а вот еще труженики шмели опыляют растения они самыми первыми и даже если похолодает весенняя да и осенняя погода у нас может резко изменяться то шмели могут помочь растениям ведь у них и теплая шубка есть и моторчик имеется нужно шмелеку отправиться в полет когда холодно зарядку сначала делает крыльями быстро быстро машет жужжит разогревается и полетел но в жару из-за своего моторчика летать не может перегревается жизнь у шмелей необычная уклад не похож ни на беличи не на муравьиной хоть с муравьями они дальние родственники зимуют в укрытиях под сил келесной норках или за корой деревьев лишь молодые самки императрицы по весне как только солнышко начинает припекать и просыпаются бывает еще и снег местами лежит отруженица уже летает опыляет самые ранее цветущие растения иву и мать и мачеху но помимо цветочных дел для шмелиной императрицы главная задача найти норку где сможет сделать свое гнездо и шмелиную семью часто норку отбивают в настоящих сражениях с обитательными леса например лесными мышами как только у императрицы появляется норка она приступает к созданию восковых бочоночков которых откладывает по одному яйцу заботиться о них и охраняет и прибирает и чистит и даже греет как курочка-насетка из яиц сначала появляются личинки потом куколки в это время они совсем на шмелей не похожи но проходит в среднем 25-30 дней у разных видов шмелей могут быть небольшие отличия по количеству дней развития и из куколки появляется новый шмель это тоже самка но она откладывать яйца не может и только ухаживает за мамой императрицей да своими сестрами и собирает пыльцу и нектар опыляя растения бора и близлежащих мест к этому времени уже зацветают черника брусника морожка если не опылят их шмели то и наших северных ягод не будет появляются заметные издали в лесу белые цветы ситмичника майника ерена шведского как только первые рабочие самочки шмелей вылупились из куколок императрица больше не вылетает из своего подземного гнезда она теперь только яйца откладывает а кормят ее и ухаживает за своими сестрами рабочие самки-труженицы так проходит почти все лето гнездо увеличивается и семья растет может семья рой становиться до 150 рабочих самочек опыляют труженицы все наши лесные растения малину костяник у землянику растения сырых лесов и лугов калужницу купальницу гравила таволку растения лугов особенно любят наши шмели клевера и горошки у некоторых видов шмелей даже род хоботок такой же длины как цветок трубочка вот такая совместная эволюция растения и насекомого если исчезнет этот вид насекомого то и растение погибнет никто другой его опылить не сможет не будет семян и исчезнет популяция а с этим видом растения может быть связан в добром соседстве еще какой-нибудь из живых организмов так вот в природе все взаимосвязано и все зависит друг от друга в августе в шмелиной семье происходят грандиозные изменения императрица откладывает особые яйца из которых появляются самцы и будущие императрицы шмели-труженицы стареют на некоторых поселяются клещики они для людей не опасны но насекомых обессиливают как только самцы и самки императрицы вылупляются из куколок наступает время роения свадеб после свадьбы самцы погибают рабочие труженицы тоже умирают частично от старости клещиков частично становится обедом для птиц и других животных старая самка императрица также доживает свое лето юные самки императрицы разлетаются и каждая поодиночке ищет место где переживет нашу суровую зиму или в лесной подстилке или в чужой норке под землей или за корой дереве или в трухлявом пеньке да мало ли укромных мест а по весне каждая юная императрица повторит путь своей матери но испытания могут выпасть различные суровая бесснежная зима осенний ураган затопления вместо зимовки голодный медведь который найдет и съест дождливая холодная весна пал сухой травы и листьев да все и не перечислишь а в ягринском бару может вам повезет и вы встретите редких шмелей махового и окамеленного они у нас внесены в красную книгу архангельской области и ученые мечтают их еще найти в ягринском бару хоть и были уже такие встречи но здорово видеть и изучать исчезающих и редких существ чаще ведь это показатель того что популяция становится устойчивой и ей уже ничего не угрожает